Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Этот год на Белгородчине объявлен годом детского чтения. И у нас в студии замечательный писатель белгородский Макаров Юрий Иванович. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Юрий Иванович, очень рады приветствовать вас в Белгороде. Тем более, что такой замечательный повод. Все-таки в этом году вы отмечаете свое 65-летие. И вот в рамках этого вы приехали побаловать белгородских читателей творческими встречами. Расскажите о ваших планах. Планы сейчас надо издать то, что написал. Конечно, хочется увидеть новые книжки свои. Вот и все. Я человек свободный, нахожусь в свободном плавании, потому что уже от работы освободил себя. Возраст, так сказать, даже по будущему закону. А вы про пенсионную реформу. Да, да. И все-таки вы достаточно частый гость именно в детских библиотеках. Хотя у вас как бы спектр достаточно широк в ваших произведениях, но тем не менее часто вас упоминают именно в сочетании именно детских писателей. Вот это самая благодарная аудитория, как вы считаете? Я думаю, что это самая честная аудитория, потому что детей не заставишь, ничего им не сделать. Если им не интересно. Если им не интересно, то это просто твой голос будет неуслышан. А я думаю, что писатель, каждый человек, который занимается этим трудом, все-таки хочет быть услышанным. Я лично всю жизнь сколько жил, сколько хотел быть услышанным. И вот, ну, где-то до чего-то достучался. Я думаю, потому что, когда еще мальчишками были, там, кукольный театр создавал. Творческое начало было сильное. Вы знаете, можете себе степной хуторог представить, вот, мою родину. Это вот в Ведельском районе, там, хуторог Галушкин называется. И в этом хуторке вдруг кукольный театр, самый настоящий, там, ширмы, все это сделано, все было, куклы делали. И это делали мальчишки и девчонки, никто это не делал, не взрослые. Взрослые нам помогали, конечно, ширмы делать, там, но это было, вот, начало вот такое. Ну, вот таких людей называют соль земли русской. То есть, в общем-то, из глубинки, ну, достигли таких весомых результатов. У вас же очень много наград. Вы уже признанный в литературном сообществе писатель. А изначально вы кем хотели в детстве стать? Писатель, они же не рождаются. Я всегда говорю, что в детстве я мечтал стать учителем и клоуном. И я говорю, вот, у меня все это получилось. Потому что, когда перед детьми выступаешь, там... И развлекательное составляющее, да, и поучительное. Все, и поучительное, и это самое. Это раз. А второе, я же 25 лет работал ветеринарным врачом сельским. И там тоже в качестве учителя выступал все эти годы, потому что человеку надо объяснить, как с больным животным себя вести, там, и так далее. Даже ваша профессиональная деятельность в качестве ветеринара, о которой вы упомянули, она же тоже ложится в основу произведений. Я вот даже вижу книга, которая перед вами лежит. Ну, это «Хорошо живет резор». А вообще у меня есть написанная книжка, называется «Рассказы из ветеринарной сумки». Она обошла уже, ну, если так сказать честно, очень много и таких сельскохозяйственных изданий. И выходила маленькая книжечка, ну, когда только начинались эти рассказы. Но самое интересное, меня это потрясло, я приехал в одну сельскую библиотеку, там, у нас, в Уронинском районе. Смотрю, моя книжечка эта лежит, и вот этот уголок, так вот, ну, весь истертый. Зачитана до двух, да? Да, зачитана. Я не ожидал, и спрашиваю у библиотекаршей, я говорю, а кто читает книжку эту? Она говорит, вы знаете, как ни странно, девочки и мальчики, которым 12 лет, там, 13-14, ну, а книжка-то о селе, о людях разных, которые имеют разные характеры. Ну, то есть это жизненные ситуации, у которых они оказываются, и я вместе с ними. И братья наши меньшие. Да, и братья наши меньшие обязательно, это естественно. Приведите пример какой-нибудь, несложно. Бывали очень серьезные случаи. Это типа птиц, ты христиан, христианин, вот человек пришел, корова у него заболела, а им нельзя вроде там обращаться. Религия запрещает. Ну, они неохотно обращаются к врачам, к ветеринарам, а у него корова, и вот в нем крестьянская борется, там, внутри, там, как же ж корова лежит. В конце концов, я пошел там, сделал все дела, корова на глазах ожила там. Чудо произошло. Да, вы представляете. И он этот человек на меня смотрит, то на корову, то на меня, представляете. Конечно, было радостно на душе. А вообще домашние животные у вас лично есть? У меня и поросята были, и овцы, и козы, и хрустные литки. А если помельче, кошки, собаки, приблизительно городской мышечке. А сейчас у нас три кошки. Да вы что? У нас, кстати, тоже тут на телевидении есть кот Василий. Выйдем из студии, может быть, встретим. Нет, просто Василий. Тоже местный телекот. Кошки вас вдохновляют на творчество? Там очень много людей пишут на эту тему. И у меня уже рифма «кошка, окошко». Она у меня. Вот мы плавно переходим к стихам. У меня очень много стихов на теме о домашних животных. Но овцы, ну, получается, совершенно сказочные. Там я спросил сегодня утром у соседского кота. Здравствуй, Тишка. Что ты грустный? Вижу, это неспроста. Неспроста, ответил Тишка. Дед Матвей на печке спал. Спал, да так мурлыкал громко. Всех мышей пораспугал. Вот такое стихотворение, понимаете? Очень доброе. Тут и печка. Это все сказочный такой сюжет. А дети, вот сейчас современные дети, они понимают, что такое печка, что они понимают. Ну да, городские жители, они же далеко уже ушли от этого быта. Сегодня я читал это стихотворение, все дети понимают, и понимают, о чем речь, самое главное. Понимаете? Мне кажется, что это... Сейчас это уже мечта. Это если есть бабушка в деревне, чтобы поехать там, действительно. Это сеновал, коров попасти, там, я не знаю, кур погонять. Наверное, наверное. Это уже из серии такого, не всем доступного отдыха, к сожалению. Наверное. Я считаю вообще, что детской поэзии вообще-то нет, если по большому счету. Потому что есть хорошие лирические стихи, которые больше нравятся детям. А есть просто не стихи, и все. А есть хорошие стихи, которые больше нравятся взрослым. Вот так. Ну, вам-то какой читатель ближе? Взрослый или все-таки детец? Я ничего никогда не разделял, и разделять не собираюсь. Понимаете? Потому что... Ну, как я могу вам сказать, если я... Допустим, где-то у меня было уже... К 50-ти делу приближалось, а у меня вышла целая книга стихов о любви, понимаете? И дыхание зашлось, и назвал я. Вот, а потом она превратилась в неповторимое и светло, и вот это уже книжка, которая сложилась, как книжка. Потому что она не сразу складывается. Сначала там кусочек, там кусочек, а потом уже, когда она соединилась, и получилась книжка. Я хотела спросить про иллюстрации. А эти вот книжки, которые вы перед собой видите, это иллюстрировала замечательная художница, я думаю, она работает в Центральном нашем Белородском театре кукол, в Лосудрасном. Это Татьяна Риволина Ещенко. Ну, кукольный театр, а не идет ли дело к тому, что мы увидим какую-нибудь пьесу? Да, знаете, у меня брали стихи для самых маленьких. Обещали, вроде сказали. Ну, то есть где-то они там используют, да? Театр на подушках какой-то у них там... Тоже еще одно направление, над которым можно работать. Вы из тех людей, для которых все люди дети, потому что, хоть мы и выглядим взрослыми, все равно в душе живет ребенок. И вы, наверное, умеете его вытащить. Они думают, что это я один такой. Ну, действительно, все дети. Но не каждому дано это вытащить на свет Божий. Ну, я думаю, что многие люди, которые просто вот живут более-менее в ладу со своей душой, они на людей так и смотрят. Понимаете, вот им это... Интересно видеть людей такими, а не злыми там и так далее. Что бы вот хотели о себе рассказать? Такого, чего никогда никому не рассказывали? Ух ты! Так я и не расскажу. Нет, вы знаете, я не знаю, что можно рассказывать. Такого и ничего нет, особенно Анду. Ну, просто всю жизнь жил, работал. Таких вот тайн каких-то у меня особых нет. Я всю жизнь на виду, понимаете, на людях. И в ладу с собой. Ну, думаю, что да, потому что, знаете, вот 31 августа – это день моего рождения, понимаете? Поздравляемые 65 лет. Круг гулайдата. Смотрите, нашей области 65 лет. Сейчас идет такая вот акция «65 добрых дел». Ух ты! Ну, хоть бы одно успели делать. Хоть бы одно. Но дело в том, что 31 августа – еще день ветеринара. Как символично. Да. И вы знаете, его не было, этого праздника. Этот праздник уже Ельцин. Это подписал указ, и сделали 31 августа. И я думаю, вот елки зеленые, сколько прожил. И, оказывается, вот в профессию мою попали. Судьба. Да, попали таким образом. Вы счастливый человек. Как сказать? У меня в жизни всякое было. И потому считать себя идеально счастливым, наверное, может только человек совершенно уже. А так, я думаю, что у меня все нормально, потому что у меня есть сын, есть внучки, есть дочка, есть внук. Как говорится, казалось бы, все у меня есть, понимаете? Потому что для человека, который прожил вот такое количество лет, у меня есть это все. Хотелось бы прочитать одно стихотворение, которое, видите, это к 60-летию уже. Вот. Хорошо живет трезор. Монглая с книжкой, да? Конечно, конечно. Хорошо живет трезор. Светлый дом, вокруг забор, есть и сад, и огород, все там пахнет и цветет. А случись трезору гость, есть и сахарная кость. Любит старенький трезор свой уютный тихий двор. Здесь встречаться бы с друзьями, натоскует в том дворе жадный злой его хозяин в трикэтажной конуре. Вот это тоже мое программное стихотворение, чтобы дети понимали, что жадность – это вообще плохое чувство. Ценности у всех разные, да? Очень. То есть жить надо здесь и сейчас, радоваться каждому моменту. Вот такие вот стихи, они должны, наверное, быть, потому что они и молодым людям подсказывают, что жизни с юмором надо относиться, тогда легче жить. И когда вот такие стихи люди читают, наверное, им легче становится жить. Я думаю так. Ну, мне так хотелось бы, очень хотелось бы. Есть у вас мечта какая-нибудь? Определиться. Как сегодня сказал мне в библиотеке, там я выступал в Гайдаровской, Ирина Викторовна говорит, вот видите, ребята, а там дети 5-6 лет там сидят, видите, ребята, вот Юрий Иванович и ветеринарный врач, и, значит, и писатель, это, а маленький мальчик сидит и говорит, так вы определяйтесь. Вот я хочу определиться, это моя мечта. Ну, я думаю, как определиться? Конечно, мечта, самое главное, мне хочется издать мои Равинские Залипухи, чтобы это была хорошая книжка, мне хочется издать книгу Лирики, хочется, это то, что я вам просто, раз, вы вам не чест просите, вот я говорю, что мне хочется. Мне хочется издать вот ту хорошую, я за всю жизнь написал для детей толстую книжку стихов, вот хочется ее издать, и, конечно же, Равинские Залипухи хочется издать. И, конечно же, хочется издать рассказы, которые у меня есть очень серьезные. Если вы читаете или вам попадались на глаза такие журналы, как «Наш современник» или «Роман-журнал 21 век», там печатают мои и совершенно серьезные стихи, которые отображают жизненные наши реалии, и совершенно серьезные рассказы, небольшие, короткие. То есть хочется вам еще творить, творить и немножко вытворять. И вытворять, так точно, так точно. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Мы от всей души желаем вам дальнейших творческих успехов. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24».